Если его рассказывать полностью, то нужно будет рассказать такой короткий курс математического анализа. А именно, что такое теорема Вейш-Трасса о максимуме непрерывной функции на компакте, потому что он есть, просто о том, что это компакт и так далее. К счастью, это все равно любой из вас обязательно узнает. Чем раньше, тем лучше, конечно. Но это вещи, не относящиеся именно к этой задаче, а это просто такие, понятно, о общематематическом рассуждении. Поэтому я расскажу только то, что относится конкретно к этой задаче. А вот все эти вещи о том, почему же там наибольшее значение есть, почему его нет, что называется, они общематематические, и поэтому их можно отдельно изучать. Так вот, господа, мое решение этой задачи звучало в следующем опыте. А давайте зафиксируем эти трайны АВЦД. После него вершины объявим абсолютную, ну, постоянную точку АВЦД, вершину, все. А переменными сделаем четыре точки. К, Л, М, Н. И рассмотрим такую функцию. В общем, она довольно ужасная. Но, с другой стороны, она непрерывная. Она от четырех перемен. При этом очень важно понимать, что каждая из этих переменных, она вообще-то точка в пространстве, поэтому две три координаты. Это на самом деле, эта штука в двенадцати мерном пространстве. Понятно, да? Ну как, четыре точки, у каждой три координаты. Но, с другой стороны, она абсолютно понятна вера. Это просто есть сумма длин ребер. К, Л, К, М, Н, К, Н, а также Л, М, Л, Н, И, М, Н. Это непрерывная функция от точек. При этом мы им разрешаем лежать на ребрах, лежать на грани, лежать на вершинах. В точке К, Л, М, бегать по всему тетрадеру, в том числе по границе, по вершинам. Вот. Непрерывная функция, определенная на компакте, должна принять наибольшее значение. Вот, ребята, в этом месте, повтори, я пользуюсь анализом. Я очень хорошо помню себя на Всесоюзной олимпиаде, когда нас запугали, что надо все-все-все доказывать, все выходящее из районной школьной программы обязательно. И, соответственно, я просто на скорость писал, действительно доказывая все эти леммы из анализа, про существование и так далее. И вот, успел. Но я уверен, что жюри все равно бы засчиталось, даже если бы я не успел эти леммы написать. Но, тем не менее, тогда я лихорадочно писал, что устал на той олимпиаде. И так далее, и так далее. В общем, ребята, в любом случае, действительно, есть точек, есть четыре точки, такая комбинация из точек к алимпиаде, где максимальное значение. Докажем, что это будут обязательно вершины тетрадной. То есть не может быть так, что одна из наших точек к алимпиаде оказалась где-то внутри, или просто на грани, или просто на ребре, и при этом, что называется, максимум. Нет. Уж если максимум, то каждая из этих точек должна быть в одной из этих. Это вовсе не означает, что они должны быть по одной из этих. Нет. Может быть так, что все три здесь, а одна здесь. Или две здесь, две здесь, или две здесь, одна здесь, одна здесь. Это пожалуйста. Но обязательно вершины. Почему? Очень простая идея. Если у вас точка не лежит в вершине тетрадера, то, тетрадер выпуклой фигуры, то существует отрезок, серединой которого эта точка является. Для математики вот это решение вообще можно передать еще одной фразой. Максимум выпуклой функции достигается только на границе. Да? Ну, поскольку не все из вас еще знают, что это куклы функций, то давайте я подробно буду расписывать. Итак, в чем идея. Пусть точка N это середина отрезка N штрих N2 штриха. Все точки N, N штрих N2 штриха являются точками тетрадера, и точка N это середина. Смотрите, что я тогда могу написать. Это очень просто. Я выписываю вот эту функцию для точки n, для точки n' и для точки n2'. Удовольствие не из веселых, но абсолютно очевидное и понятное. Замечательный факт из геометрии про диагональ параллелограммы. Если у вас есть треугольник, а в этом треугольнике у вас медиана, то понимаете ли вы, что длина медианы меньше полусуммы сторон? Как тогда записать? Вот есть точка k, тогда вот сюда вот здесь продлить, это будет 2kn. Медиана, вот здесь удовольствие медиана, меньше чем n. Сейчас надо написать то же самое для других двух точек. 2ln, 2mn. Меньше или равно, чем ln' плюс ln'2'. И здесь меньше или равно, чем mn' плюс mn'2'. Это понятно? Господа, понятно? А теперь смотрите, что я делаю. Я складываю эти неравенства. После этого, на всякий случай еще, прибавляю с обеих сторон два раза отрезки k, l, m и l, n. И я получаю замечательную штуку, что удвоенное значение функции в точках k, l, m и n' меньше или равно, чем значение функции в точках k, l, m, n' плюс значение той же самой нашей функции в точках k, l, m и n''. Понятно? Ну, смотрите, что такое удвоенное значение нашей функции. Это надо взять все отрестия, ну, умножить на 2. Так когда вы здесь сложите, то как раз у нас получится, ну, еще вот те удвоенные k, l, m, n'. А значит, одно из этих чисел должно быть больше или равно. Понятно? Ну, и при этом, на самом деле, если все время здесь равно не может быть, то мне не важно. Я в любом случае могу, даже если туда здесь равно, просто дойти сюда до границы по этому отрезку, а потом еще дойти. И таким образом у меня оказывается, что в конце концов все эти самые точки k, l, m, n' оказываются в вершинах утитрайдера. Что после этого осталось проверить? Это простую вещь. Что наше неравенство выполнено во всех ситуациях, которые возможны. Давайте посмотрим, какие по сути ситуации возможны. Ну, одна самая понятная. Когда точка k, l, m, n' по одной в этих вершинах. Все, тогда у нас даже не 4 третьих, а единица. Хорошо. Другая ситуация. Когда у нас две точки совпали, да, вот, две точки совпали, а остальные разные. Пожалуйста, это нужно доказать такое неравенство. cd будет с весом 1, плюс 2bd, потому что это точка двойная, плюс 2bc, вот, это будет тогда такой вот, такая сумма для ребёнка, это к lb. Надо доказать, что это меньше или равно, чем 4 третьих умножить на всю, да, ab, ac, ad, bc, bd и cd. Ну, господа, на самом деле это несложно. Просто это реально надо проверить неравенство. Для этого умножаем всё на 3, да, получается здесь у нас 4, здесь получается 3, здесь у нас 6. Здесь у нас 6, и смотрим, во что же это реально превращается. В то, что 2bd плюс 2bc меньше или равно, чем что? Чем 4ab плюс 4ac плюс 6ad, это вообще ужас какой-то, это много всего. bc, так, сколько будет, bc не будет, bd тоже не будет, и cd будет в количестве одной штуки, да, плюс cd. Так, ну, смотрите, нужно оценить отрезок bd в количестве двух штук. Например, отрезки b, а у нас здесь есть, есть, два отрезка b, а можно выделить на это, отрезки ad есть, отлично. Отсюда берем 2ab, отсюда берем 2ad, и мы вот этот отрезок оценили. Отлично, bc как оценить? Да так же, отсюда берем 2ac, и отсюда, а нет, bc так не получится. А нет, почему получится? И отсюда берем 2ab, получится. Отсюда взяли 2ab, отсюда 2ac, это больше или равно. Всё, этот случай разобрали. Так, идею поняли? Что ещё осталось? То есть, когда 2 точки попали в одну, и 2 разных, мы этот случай разобрали. Что ещё бывает? Ну, бывает, что 3 точки попали в одну, правильно? Представьте себе, вот не так, как я нарисовал, а точка n тоже попала сюда. Ну, господа, тогда совсем просто. У нас тетрайдов фактически превратился в 3 раза пройденный отрезок, и нужно доказать такую вещь, что 3bc меньше или равно, чем 4 третьих умножить на вот ту самую страшную длину, можно, вот, на сумму всех-всех-всех. Но для этого надо доказать, что 9bc меньше или равно, чем 4 умножить на aab плюс ac плюс bc, да, плюс что там ещё, ad, bd и cd. Ну, давайте смотрим, как бы это оценивать. bc можно оценить следующим образом. Взять ba и ac. ba берём 4 штуки, ac берём 4 штуки, и отсюда четвёрка ушла. Осталось 5 штук. Хорошо. Еще bc в количестве одной штуки есть здесь, видите? bc здесь есть. Это ещё один. И ещё отсюда берём отрезок bc, bd и cd берём, и тоже, они в сумме больше, чем bc, и тоже их 4. Что? 4 отсюда, 1 отсюда, 4 отсюда. Всё получилось. Так, ну и последнее. А что ещё бывает? Итак, 3 точки в одной, одна в другой, как там, 2 в одной, или 2 в разных, что ещё бывает? 2 в одной, 2 в другой. Конечно. 2 в одной, 2 в другой. Ну, например, здесь вот kl, а здесь ln. Фактически мне нужно доказать такое неравенство, что 4 bc, давайте я правду выпишу, 4 bc, да? Надо доказать, что меньше или равно, чем 4 третьих от всего ab, ac, ad, bc, bd, cd. Ну, отлично. На 4 делим, на 3 умножаем, bc вычитаем, остаётся следующее. 2 bc, меньше или равно, чем ab, plus ac, plus ad, plus bd, plus cd. Ну, замечательно. b, a, и ac больше или равно, чем 1 bc. И cd, плюс bd тоже больше или равно, чем bc. Победа? Победа. Ну вот, я рассказал вам всё решение занятия. Вот три решения, мне кажется, замечательной стереотической выдачи. Победа.